Всем йоу, с вами Леха и я лечу в Себу или Себу. В Филиппинах, в общем, несколько тысяч островов и остров Себу. Здесь в часе лёта от Манилы и посмотрим, как на Маниле происходит островная жизнь, потому что я посмотрел, как происходит жизнь здесь в столице. Мне понравилось, я хочу сказать, я бы сюда вернулся обязательно, может быть, даже в скором времени. Ну а сейчас я хочу посмотреть на островную жизнь Манил в такой же жаре, в тропиках и так далее. Поэтому лечу в Себу, час, погнали! Такой вот, в общем-то, совсем небольшой терминал для внутренних линий здесь, на Филиппинах, в Маниле. И я прошёл всё, от входа до гейта, за две минуты. Реально. Вот здесь прямо досмотр, за ним прямо проход, всё. Это один из самых быстрых, наверное, аэропортов, в котором я когда-либо был. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А тем временем я прилетел, в общем-то, на Себу. Остров Себу, здесь часть лёта от Манилы, и рейс задержали на два часа, но пилот честно сказал, что мы меняли какие-то запчасти, и поэтому рейс задержали, извините, пожалуйста, там обязательные процедуры, которые надо пройти для безопасности. И это звучит ок. А у нас постоянно говорят, что мы задержали рейс. У нас говорят обычно, что рейс задержали в связи с поздним прибытием самолёта, что, в общем-то, я уверен, в более чем половине случаев не является правдой. Это просто отговорка. Я несколько раз попадал на то, что самолёт уже стоял и был, то есть они специально врали. Вот, а здесь говорят правду, что, ну, надо было починить, что-то сломалось, поэтому респект. В общем, да и рейс же, и я на Себу. Так, ну что, заехал я, в общем-то, в отельчик. Наконец-то я собираюсь пожить не на Airbnb, а в отеле. Такой вот прикольный, неплохой отель называется Копенгаген. А ведь я был в Копенгагене. Вот такая у меня комнатка. Тяжёлая дверь. В общем-то, вообще с кайфом. Всё прикольно. Есть кухня даже, холодильник. Что в холодильнике? Шаром покати. О, ладно, водичка здесь есть, окей. Странно, что в таком помещении, в общем-то, неплохом, экипированном, здесь односпальная кровать. То есть реально для одного жильё. Вот, и, в общем-то, такой неплохой туалетик приятный. Да, я рад, я рад. Заказал я, значит, связку бананов в Фудпанде здесь, и привезли вот это. Просто размером с мою башку. Ну, почти. Первый раз вижу такие бананы. Сейчас попробуем. По вкусу, как обычный банан. Только не такой сладкий. Но и не вяжущий. Банан, как банан. Вот только одним таким бананом можно наесться нехило вообще. За четыре дня в Маниле у меня попросили деньги. Всего лишь один раз, по-моему, дети, причём улыбаясь, это сделано было. То есть они понимали, что денег я никаких не дам. Здесь уже дважды за несколько часов. Здесь в Сибу или Себу. Здесь вот много таких продавцов такой свининки. Hello. It's a good? It's a pork? Pork? No, 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 ok. В общем, много продавцов такой вот свинины. Скорее всего, это свинина. Ну, не собака же. Вот. Сейчас мы идём куда-то в сторону ночного рынка и попробуем поискать там какую-нибудь еду. Вот по такой дороге мы идём. Едут байки, выезжают машины. Окей. Вот так вот, в общем-то, продаётся мясо на улице. Hello. Мясо. И обязательно вертушка от мух. А вот домик прямо как в какой-нибудь Костроме. Вообще один в один просто. Да, но это не Кострома, это Себу. Это... Или Себу. Как правильно? Поправьте меня в комментах, кто, может быть, знает. Я потому что вообще до сих пор не знаю. Много собак на улице бездомных. Здесь не замечено ещё ни одного джипни. Здесь ездят какие-то тачки местные, но это не джипни. Это какие-то местные тук-туки. Я не знаю, как они называются. Вот то, что называется Париша по-аргентински. Здесь вот на улице готовят еду. Это, кстати, выглядит довольно аппетитно. Вот такой здесь большой трафик в понедельник вечером. Один, видимо, из главных перекрёстков. И вот этих вот куриц и всякого мяса прочего здесь очень много. Жарят вот так, видимо, покупают, готовят. И в этом весь бизнес. Вау. Очень здесь жаром прямо пыщет всё. А вот такой идёшь-идёшь и внезапно... Funeral, Funeral... Я не умею читать. То есть здесь, видимо, отпевают людей умерших. Ну, точнее, не отпевают, а в этой вере. Что там делают? Что-то другое, не отпевают. Вот на этом автобусе я не успел включить камеру. Спереди написано джипни. То есть здесь, в Сибул, такие автобусы на замену джипни такому, какие были в Маниле. Вау. Ну, а тем временем у меня время ужина. И поэтому я пришёл в заведение фастфудное Джоли Би. Мне его очень рекламировали. И вот, что у меня тут будет. Лапша с... Говядиной с чем-то ещё. Кстати, здесь не в ходу палочки, в отличие от Китая, где лапшу едят палочками. Но выглядит вообще как заваренный ролл, там, честно говоря. Маленький кусочек говядины. Мда. Горит вечерний огонь. Что-то жарится на нём. Привет! Привет! Что это за? Что? Что это за? Это кандалы. Кандалы? Для Бога? Да. А, окей. Для счастья? Да. Для счастья. вот так вот я полагаю выглядит возвращение школьников домой вместе с родителями без родителей просто идут бредут по темной улице сторону наверное дома уже знакомо выглядящий нам по маниле магазины можно что-нибудь купить вот магазин вот магазин и до филиппины конечно это контраст на контрасте просто и при всей такой бедности по сторонам обратите внимание на то что по краям дороги например куча светодиодов которые обозначают край дороги посередине на разметке тоже они есть вау как это просто вот так вот убивается я не понимаю стандартно в общем то выглядящие улицы здесь на филиппинах сибу почему я часто говорю стандартно выглядящие то стандартно выглядящие все вот улицы стандартно выглядящие там еще что-то стандартно да выглядящие ну потому что я вам показываю в этих видео далеко не все понимаете мало чего я вам показываю а я-то замечаю намного больше то есть вот таких улиц как я вам сказал стандартные я заметил ну много-много за время прогулки поэтому поверьте мне на слово что они здесь обычно такие когда я говорю слово стандартно она зачастую именно такое есть бедности здесь тоже конечно полно смотрите вот там вот дети которым некоторые машины останавливаться им деньги дают что-то вот водичку еду светофоры в азии повсеместно очень долгие вот этот например больше трех минут горит если в таиланде нет вообще никаких тротуаров как правило особенно на островах на пхукете например то здесь есть хотя бы такой тротуар вот так вот просто идешь и свисают сверху провода слева какая-то стройка под ногами грязь уходят собаки и ты идешь вот неизвестно эти провода под напряжением не под напряжением просто башкой можно об них задеть и все и здесь кстати посреди всего вот этого бедлама есть велодорожки на фоне такого красивого заката на фоне вот этих кучи проводов стоит церковь самая настоящая церковь крестом нашел прикольный рейс тик и смотрите сколько здесь народу 0 хорошем рейс теки народу 0 ну окей у нас thank you во многих азиатских странах я замечаю что на airbnb реклама вы прямо в названии пиши что у нас есть netflix здесь вот на вывеске netflix то есть здесь угорают по netflix у как ну как по мне netflix это для того чтобы человек не думал о происходящем и сегодня я здесь на сибу или на сибу наверно не говорят на филиппинах еду на водопады и возможно я побываю в водопадах здесь довольно большой остров я посмотрел вот отсюда ехать до до водопада в четыре с половиной часа вау просто 130 километров очень медленно и там видимо пробки я не знаю общая скорость автомобиля медленно и но в общем ехать долго погода вот смотрите такая может быть водопад будет полноводный не знаю посмотрим и я надеюсь что получится там что-нибудь поснимать прикольное искупаться поэтому вы можете посмотреть какие водопады на филиппинах стоит ли туда ехать вообще ну и так далее такая вот точила сегодня меня должна домчать до водопадов доделанная переделанная а лада в кратерия вот такая в общем-то точила пробег всего лишь 100 тысяч километров но она такая видавшая виды судя по всему поэтому сейчас мы надеюсь что нормально доедем он немного показывал то где находится запаска где находится домкрат и смотрите вот это вот что это просто как можно было убить тачку настолько за 100 тысяч километров ну ладно значит я надеюсь что она еще денек то вынесет спокойно поэтому я сейчас арендовал ее за 2200 песо что примерно 35 40 долларов что довольно дорого но чё поделать к большому сожалению здесь . настолько убитая что даже bluetooth не работает потому что чтобы включить bluetooth надо переключить вот сюда здесь touch screen не работает touch screen работает только вот на этой стороне это плохо как бы я не нажимал она не переключается на телефон а лава лава я использовал вот эту кнопку и мне с пятого раза удалось переключить на музыку поэтому я теперь буду ехать с музыкой своей и с подкастами с чем-нибудь еще таким и смотрите 120 километров ехать пишет больше трех с половиной часов это средняя скорость получается 40 километров в час до очень много светофоров здесь очень машины медленно еду даже по трехполосной широкой дороге поэтому я могу представить что это правда закупаемся в дорогу кофейком на шельде орешки еще кофе и едем просто светофоры через каждые 500 метров ты полминуты едешь две минуты стоишь полминуты едешь и две минуты стоишь этот трэш какой-то вообще хочется сказать что вот по правому ряду лучше не ездить видимо потому что здесь постоянно очень много мотоциклов приходится между ними лавировать с другой стороны если ехать в левом ряду то там постоянно повороты налево вот такие светофорные без светофоров и я хочу вам сказать что такая вот медленная езда здесь в лавирование довольно сильно утомляет то есть я проехал километров 30 всего за час и ну я не устал но тем не менее это утомительно я думаю что через 100 километров я прямо устану а еще обратно столько же ехать вау ну и вот в общем то так и приходится ехать со скоростью примерно 30 километров в час действительно куча мотоциклистов ремонт и дорог куча народу переходит в разных местах вот так вот поворачивают справа мотики короче утомительно и медленно соответственно я проехал за два часа километров 40-50 максимум еще 100 километров пишет еще три часа я это жесть добраться на машине это не единственный способ здесь перемещаться я так полагаю по себу может быть даже можно добраться до водопадов и на автобусе потому что здесь очень много я вижу автобусов во встречном направлении в своем направлении они выглядят прикольно вот например еще парочка ездит едут я думаю что у них есть разные номера по разным маршрутом едут но в общем то здесь дорога одна главное поэтому я думаю что можно перемещаться и на автобусах но конечно своя машина арендованная естественно это большая свобода перемещения не ты не привязан ко времени и вот тебе не нужно стоять мокнуть под дождем потому что начался дождь хорошо что я не взял в аренду мотоцикл потому что я хотел ехать изначально на мотике чтобы избежать пробок там как-то доехать быстро быстрее чем на машине но зарядил дождик поэтому я прямо рад что я поехал на тачке в итоге еще два часа пишет ехать а тем временем началась дорога вдоль побережья ехать еще полтора часа но вот уже такие красивые виды все в тумане мне прямо напоминает байкал когда я ездил на байкал все было также в тумане все было серое такое тучная в тучах смысле но там был вид потрясающий сверху вниз а здесь вот из вида только стены в основном вау начинаются какие-то джунгли прямо до водопадов тем временем еще 60 километров еду прямо в облака вот этот заветный поворот на водопады дорога действительно занимает очень много времени 5 часов дорога вела вот к этому просто вот к этому такой вот неприметный вход и в общем то посмотрим что там за ним до сих пор идет дождь поэтому камера возможно вся будет тоже в дожде я читал что можно добраться там до водопадов вот либо на мотике либо она либо пешочком вот не знаю да выберем hello motorbike how much 50 two ways to a you way there ok ok let's go за 50 едем все просто вот так сели и поехали дорога в общем идет вниз и прямо сложно мне держаться одной рукой а сейчас будем подниматься наверх в россии в россии в россии в россии в россии окей приехали мы на водопады вот так вот они выглядят вау прикольно прикольно просто за минуту докатил чувак 50 песо 1 доллар hello hello nice nice only one yes it's a good question it's a good question почему я один ахахаха ахахаха может себе а ахахаха ахахаха яхе ахахахаха между тем 궁극е что они интересуются член яхахах ахах яхаха яхе яхе хе ахаха ахахаха аххахах sometimes it's better with friends sometimes it's better alone yeah right now yes right now yes that's why it's your first time here in the Philippines yeah first time Manila Cebu yeah it's a very long way from from Cebu city to here after a year you will go back to Cebu city yeah five hours thank you very much you can take pictures that prevent grass I'll pay too thank you thank you ну а мы сейчас значит идем на водопады смотрите дождик нисколько меня не смущает вот дождь меня не смущает что меня смущает меня смущает что обратно тоже пять часов ехать водопад Тамалок в общем-то это именно то место куда я ехал и говорят что Джеймс Кэмерон вдохновлялся именно этим водопадом когда снимал свой аватар и это в общем-то прикольно вот такой он hello такая вот голубая вода the water is warm но я холодная вода вот здесь на улице тоже достаточно прохладно я вам хочу сказать не знаю может быть даже искупаться а может быть почему бы и нет you gonna jump an offer вот так вот в общем-то стою на том месте где Джеймс Кэмерон по-моему вот Джеймс зовут или Дэвид Кэмерон который снимал аватар смотрел на то же самое видимо вау я понял что у меня нету шортов которые купаться у меня только труцы пока здесь не так много зрителей да может быть можно и в трусах покупаться не знаю сейчас подумаем как по мне так это лучшая погода просто для посещения таких мест во-первых не жарко но это ладно главное что водопады в дождливую погоду самые полноводные поэтому я думаю что это лучшее время для того чтобы их смотреть чтобы они могли показать всю свою мощь просто смотрите вот на этот дух в итоге так круто оказалось что я в этом водопаде на этом водопаде один и на и в и в общем то стою и думаю вот я пять часов сюда ехал да увидел эту красоту и все прошло минут 15-20 и я в общем то уже ну здесь нечего делать больше чем это время и вот я подумал что в жизни ведь так часто бывает вот к чему-то стремишься стремишься долго идешь потом это получаешь и все поэтому я считаю что мечты должны быть недостижимы когда мечта достижима то достигнув ее получаешь какое-то опустошение такое что ли фрустрацию какую-то ну то есть нужно ставить снова 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 новую мечту делать скорее это касается целей вот цели да конечно они должны быть осуществимы а мечта мечтать надо о чем-то высоком таком мне кажется о чем-то чего ты не можешь достичь вот так вот просто по щелчку пальцев ну или в обозримом будущем невозможно достичь начинайся какая-то мечта это всего лишь задача цель да я не какой-то там достигатор но вот кто-то скажет что слишком романтический подход ну да да романтический подход мне нравится когда мечта недостижимо что-то такое высокое даже выше чем этот водопад вообще мне очень нравится что я здесь один посмотрите на всей территории просто а нет вот там люди сидят но здесь я один вау я думаю что все это не из-за дождя это из-за того что я всегда следую своему главному лайфхаку никогда не приезжать в какие-то туристические места такие с утра потому что с утра едут все на мачу-пикчу я был вечером все меня отговаривали говорили приезжай утром но утром куча народу не очень-то красиво а вечером не было почти никого было очень красиво и вообще во многих так местах музея с утра приходят люди там какие-то вот такие популярные вьюпойнты нет приходите вечером приходите днем главное не приходите тогда когда вам советуют все вот эти туристические агенты еще кто-то кайф если вы хотите увидеть вот эту красоту приезжайте сюда потратьте пять часов либо на автобусе большее количество часов ну либо не приезжайте и просто насладитесь вот этим видео как много туристов здесь у вас есть? каждый день? да это зависит от того как например у нас есть ежедневно где-то 1000 плюс 1000 плюс? да в один день? да вау я счастлива что почти никого нет иногда в один день 800-700 плюс это зависит от того какого дня? сегодня я думаю 600-700 плюс 600? вчера 859 гостей но никого нет? каждый пришел здесь в ночи? иногда мы предпочитаем после ночи потому что сейчас? в ночи и в ночи больше корейцев да? окей каждый день много корейцев здесь корейцев? окей nice and what about russian? few russian few russian sometimes 10 people 5 people ok but today you're alone I'm alone you're only russian here nice ну в общем-то до 1000 человек и больше она говорит бывают бывает по 600 человек по 700 человек сегодня якобы 700 человек но где они? видимо все приехали с утра понимаете? вот а русские я один сегодня excuse me do you have a vlog? what is the name of your channel? aloha aloha yes a-l-y-o-h-a a-l-y again a-l-y o-h-a aloha 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 how about you pronounce it aloha aloha after one month i will search your channel and then if our faces are there i will tell my friends like oh you have to subscribe aloha 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 on youtube aloha a-l-y-o-b но мне очень нравится то какие сами люди а люди делают вообще все в общем-то в путешествиях ну большую часть кому-то конечно кайфовая еда важна но мне вот важны люди хотя и да тоже конечно важно потому что таиланд я очень люблю за вкусную еду вау смотрите это облако а это вот чисто я вот меня часто спрашивают почему я путешествую один а потому что кто еще согласится почти целый день не есть ничего вот такие перекусы мороженое орехи все чисто убрать чувство голода потому что иначе если я буду заходить есть долго еще что-то теряется время понимаете поэтому мало кто на это согласен люди же любят поесть я тоже люблю поесть но путешествую очень мало еды ну а чем замечательно вот это место которое вот там находится так это тем что здесь можно поплавать с акулами можно посмотреть акул можно прямо с ними поплавать в воде это место открыто до 12 но вот написано что можно в общем то прямо вот вот так это выглядит то есть акулы прямо под лодками под лодками в общем ты но в общем ты тебя на лодке отвозят туда аааа this one is closed today what time it's working five o'clock in the morning after 11 11 only 11 а why the sharks are go away or already feeding and then if you hold day maybe tomorrow and then they feed the fish okay what do they eat today meet a small fish ok так вот но already я так вот оказывается значит эти рыбаки кормят акул прикормленное место поэтому поскольку они покормлены уже видимо время ограничено поэтому потому что время кормления типа что-то типа того вот здесь можно было заметить корейскую еда какие-то кафешки потому что как сказала девушка вместе до этого здесь очень популярно эти все места у корейцев на видите надписи на корейском и на английском это интересно но кстати говорят что эти штуки довольно опасны для вот смотрите здесь никого нет просто шаром покати говорят что эти штуки не очень хороши для колонии вот этих акул потому что как-то там вот эти это количество большой туристов как-то негативно влияет на эту популяцию но тем не менее эти штуки продолжают устраивать hello да это то же самое как слонови фермы вот бывают слонови фермы на которых катаются на слонах но на самом деле это очень плохо для их позвоночника особенно когда несколько человек на них сидят поэтому если вам жалко животных если вы испытываете к ним сочувствие и сострадание то лучше не кататься на слонах можно их покормить там можно их помыть вот некоторые фермы этим занимаются но кататься лучше не стоит их смотрите какая милая кофейность здесь вот прямо на берегу океана но она закрыта не знаю почему вроде время день а вот так выглядит самая южная . сибу сантандр поселок называется сантандр или что-то почему-то все огорожено забором видимо чтобы бесплатно не проходили а вот только постояльца резорта чувак один сидит скучает и в общем то на той стороне уже другие острова сибу вот такие здесь ландшафт и прекрасная вот такой вот прекрасный вид на океан уже сверху не из кофейни не работающий кафе у алехандро и точнее алехандрос и макаки мы идем сейчас к макакам у нас есть всего 40 минут я надеюсь что они еще не спят они еще открыты и не полностью сыты тума как ааааа ааааа аааааf ааааа аааа all the monkeys moving back there in jungle in jungle yeah one o clock оаа okay all the monkeys all the monkeys yes aha what time aa to come tomorrow tomorrow morning eight oclock in the morning until one okay okay because they are full they're full oh okay thank you every monkey every monkey left even one monkey no all the monkeys ok ok теньки ну чё они сыты и поэтому убежали в джунгли вот они смотрите фотографию такие вот миленькие да к сожалению обезьяны все убежали в джунгли джунгли убежали довольно сложная дорога вот эти постоянные серпантины отсутствие освещения вечером будет никто фары не включает здесь дождь плохая дорога просто все что можно плохое все собралось в одном месте и довольно утомительно прямо вот я чувствую себя очень уставшим а еще я даже не доехал до третьего водопада точнее до третьего места до второго водопада сегодняшнего то есть я сейчас даже еще не обратно еду в общем есть у меня ощущение что не успел я на второй водопад потому что дождь потому что уже темнеет и мне ехать пишет еще 40 минут я боюсь что будет через это время совсем темно очень очень тяжелая дорога очень маленькая скорость получается просто капец очень все далеко друг от друга находятся на сибу прямо невероятно казалось бы это остров да он такой здоровый остров поэтому рассчитывайте свои силы наверное стоит брать тачку заранее и ехать прямо с утра перекусы на лаване кофе 3 в одном невкусный и норе наверное я не знаю что это это опять те же самые штуки которые ел до этого все подкрепились и в общем то у меня настроение чуть-чуть стало получше и поэтому мы все-таки попробуем доехать до второго водопада время 4 часа дня наверное он закрыт но я попробую короче мужики у дороги сказали что сейчас вот этот водопад кавасан закрыт и он откроется завтра в 6 утра закрывается уже в 3 короче если вы здесь хотите все это посетить или посетить хотя бы что-то то обязательно и езжайте сюда либо рано утром либо таким образом чтобы все это успеть посетить да я ничего не успел только один водопад зато прокачал свой скилл просто по серпантинам катаясь хорошим представлялся бы план такой значит вот смотрите как здесь красиво значит брать тачку на два дня приехать куда-нибудь сюда здесь за ночевать и на следующий день с утра пораньше прямо чтобы так долго не ехать все это посетить одним днем вот такой хороший план поэтому я за вас все проверил рассказал вам как круто ну а вам только повторить небольшой перекус обязательно не знаю что такое шейк шейк фрайс какая-то картошка шейк шейк давайте попробуем медиум хорошо попробуем значит перекус небольшой и ехать еще три часа картошка шейк шейк это оказывается обычная картошка плюс пакет плюс пакетик со специями это просто специи с барбекю его высыпают высыпаешь пакет размешиваешь и получается картошка шейк шейк конечно же она ничего нормально не перемешивается на каких-то картофельных полно этой специи на каких-то вообще нет вот такие вот чуваки здесь регулируют дорожное движение трафик короче еду сейчас обратно дорога выглядит примерно вот так просто там процентов 20 наверное людей едут без света вообще и на машинах и на велосипедах и на мотоциклах часть людей просто рандомно появляется по обочинам у меня на машине очень плохой цвет идет дождь я вообще просто как будто в каком-то квесте в компьютерной игре в которой надо просто всех миновать ни в кого не врезаться на ни в коем случае иначе игра закончится но только я не в игре я в жизни понимаете невероятно тяжелая дорога никому вообще не посоветую ребята если вы поедете на сибу куда-то возвращайтесь пока светло в общем я почти приехал осталось 40 минут но я хочу сказать что это просто полнейший что они сделали с этой машиной они загудронили полностью лобовое стекло не видно вообще ни черта здесь еще особенность филиппин в том что по бокам постоянно возникают люди какие-то машины без фар велосипедисты вылазят машина без фар мотоциклисты без фар люди просто ходят здесь шел дождь все это время дорога убитая серпантины это такое комбо у меня еще гудок на сигнал сломался смотрите просто он не работает а вот по его силам это спайла ехал я значит в свой отель уже подъезжал к нему как вдруг выскочил коп и тормознул меня за то что я проехал прямо из ряда которому можно только направо поворачивать вот он говорит что у меня два нарушения не из того ряда проехал и создал помеху тем кто направо поворачивает позади меня вообще говоря тут такой треш на дорогах происходит что штраф за сами эти нарушения выглядит довольно комично ну да ладно завтра когда я сдаю тачку мне должны были отдать депозит поэтому я абсолютно без задней мысли потратил все деньги под ноль ну я не ожидал что придется откупаться от полицейского ну сэр я дон в розыгрыша от того я и я и а я и я и я я и оцениваю газного 2 год я вот жкики хор кена к павлидах кредит карты вот а я бесполагу онлайн если способ онлайн дальше мы с ним долго говорили о том как же нам выйти из этой ситуации деньги у меня были только на карте банкоматов рядом нет и перевести деньги ему я тоже не могу потому что у него только местные филиппинские системы оплаты а у меня только не местные но в итоге мне пришла одна мысль айхавонли кредит карт maybe you need something from foodpanda maybe you need something from foodpanda i can order you for this money food or cigarettes or alcohol what you need i can pay with credit card foodpanda yes what i have a company under for people for people what what you want you smoke cigarettes yes my other companions will smoke yes i can order you smoke and beer if you want they will come here 20 minutes 20 minutes yeah foodpanda okay i will wait you will wait okay what you want you want huh what you want is there a beverage yes yes you can choose the fruits uh eggs snacks beer alcohol yes i think so yes they have you want beer yes we have we are for for beer for beer for beer for people for people for people for beer yes how much is one is that close it depends which one you have you want san san miguel san miguel good sunny san miguel san mig can't dance cans cans red horse red horse okay four yes do you make it it or not it it can't it can't yes do you it's just okay okay let me let check okay moment я конечно немного прифигел от его наглости но меньше всего мне в этот момент хотелось торговаться поэтому быстро прикинув что 8 банок пива дешевле штрафа почти в два раза я решил не спорить it dance yes okay okay six beers and eight beers and that's it what eight beers and final okay okay короче договорились с копом на то что я ему заказываю 8 банок пива и сейчас foodpanda приезжает сюда прямо с восьми банками пива ему он горит их четверо говорит надо проставиться на четырех я говорю давайте еды может закажу сигарет там бухло какую-то он говорит пиво есть я говорю до 4 он горит 8 я такой окей на 600 песо 12 долларов короче 6 Вот так вот, в общем-то, просто 8 банок пива, как с куста, с иностранца. О, да, я сделал это, я сегодня съездил на водопады, я доехал обратно живой и невредимый, и вы не поверите, просто вот как я чувствовал с момента вот этой остановки копом в конце до моего отеля 2 минуты ехать, 2 минуты. То есть я проехал 500 там с лишним километров за сегодня, без всяких происшествий, несмотря на суперсложную дорогу. Это самая сложная дорога в моей жизни, поверьте мне. Я ездил и на Сахалине в России, через перевал в Пургу снежную, и там в всяких Таиландах и Орданиях, где только не ездил я. И в Латинской Америке это самая сложная дорога была в моей жизни. Но я это сделал, и в самом конце меня тормознул коп, просто за 2 минуты до приезда. Ну, в общем-то, у него будет сегодня хороший вечер, благодаря мне, поэтому вселенная, возможно, мне тоже будет когда-нибудь благодарна. Проставился копом четверым на бухлишко. Окей. Кондиция не очень хорошая. Кондиция для автомобиля? Нет, я имею в виду качество автомобиля. Потому что автомобиль не работает. Хорн не работает. Хорн? Да. И также, в этот черный фильм, мы в ночь почти ничего не видим. Когда я был на воде, это было очень тяжело, только потому что я профессиональный двигатель. Окей, я расскажу. Потому что это очень тяжело, потому что для других людей это может быть очень большой проблемой. Спасибо за внимание.